Всем привет! С вами Сергей Проект По. Сегодня я хочу вам рассказать о повести. Необычно, да? Короткий будет рассказ об этом. Да, собственно, сама повесть читается очень быстро. Я обычно вам рассказываю про какие-то романы, про циклы целые. А здесь всего лишь повесть. Но повесть очень интересная. Да еще чья повесть? Это повесть от Роберта Шетли. Называется она цивилизация статуса. И я не хочу вам рассказывать сюжет. Я скажу вам послевкусие. Здесь два мира. Два мира. Мир Омеги. Что это за мир? Это мир тюрьмы. Но опять же, это Шетли. Здесь поэтому будет и двойное дно, и смыслы будут совсем другие. Не так уж там и плохо кажется на этой Омеге. Понятно, что люди там сильно долго не живут. А почему? Потому что Омега это мир тюрьма. То есть туда ссылают людей за преступления. Туда их вот будут с земли, туда увозят на кораблях. Им стирают память, чтобы они не знали, где, как, что, чего. Им только сообщают в самом начале. Вы там убийца, например, или вы вор. Вот. И вы должны выжить. Выжить в этой, на этой планете. Планета очень интересная. Почему называется цивилизация статуса? Потому что здесь все будет по рангам, по статусам. То есть, в начале прав нет никаких. Потом есть какое-то определенное право. Потом все больше и больше. Где-то даже у вас есть право на убийство. Вы обязательно должны кого-то убить, чтобы продвинуться дальше. И кажется, ну, тут морали все совсем кошмарное. Но все не так просто. И наоборот, мне очень жалко, что это всего лишь повесть. Хотелось, чтобы как можно больше про этот мир. Вот вообще побольше, побольше. Как-то что будет происходить. Тем более здесь все, казалось бы, с ног на голову. Здесь поклоняются злу. Это прям даже религия зла есть. Ну и вообще, очень интересное отношение к жизни, к ценностям. Вот когда есть статусы вот эти. Когда не ценится жизнь как таковая. И когда нужно продвигаться как-то. Когда есть терта память, в частности, ну, что же, за какое преступление ты туда попал. Естественно, наш главный герой будет на эту тему заморачиваться. Но, опять же, я не хочу рассказывать про сюжет. А есть мир земли. Казалось бы, ну, оттуда же всех преступников всегда ссылают. Там должна быть идиллия. И вот эта идиллия тоже будет пугать, когда все пресно, предсказуемо, подконтрольно. И вообще движения нету. И там, и там, мне кажется, мир обречен. И там, и там он погибнет по разным причинам. И особенно жесткая концовка у этой повести получилась неожиданно. Я не ожидал, что Шекли вот в такой манере закончит эту повесть. Ну, круто. Поэтому я еще почему захотел это видео сделать. Для того, чтобы вы в комментариях мне написали, а какие еще повести, романы или какие-то произведения про мир, тюрьму, про мир, где ограничено все, где зло, например. Но это слишком уже общее получается. Нет, давайте ограничимся. Планета тюрьма. Там, побег из тюрьмы, да, фантастический, естественно. Вот что-то такое. Я потом тоже накидаю свои варианты. Посмотрю ваши комментарии, естественно, запилю следующее видео. И мы сделаем топ вообще вот по вашим советам, по, собственно, моим каким-то вещам, которые я тоже про тюрьму читал или про оригинальные побеги из тюрьмы. Ну, именно фантастические. Ну, вспоминайте тот же поток, например, Суареса. Помните, какой там был побег из астероида? А? Ну, в общем, не буду пока заглядывать вперед. Читайте хорошие книги. А с вами был Сергей Прокопов. Пока.